Продолжение следует... Немножко объясню, почему мы собрались, почему у нас такая возникла идея. Дело в том, что в Приднестровье работают две фабрики по производству контрфактных сигарет. Работают в три смены. Также работает завод, который выпускает СПИД. Понятно, что всю эту продукцию незаконным образом пересекается, приезжает в Украину. Чем, конечно же, наносит урон, помимо экономического, наносит также урон и здоровью граждан Украины. Эта новость, она не сегодняшняя. В Приднестровье прекрасно знают и адреса там этих фабрик, кому они принадлежат. Почему мы сейчас вышли? Потому что, на наш взгляд, сейчас, вот с нашими предложениями, на наш взгляд, сейчас уже высшее руководство Украины заинтересовалось этим вопросом. Буквально на этой неделе, в начале недели, выступил Яйценюк по этому вопросу. И Аваков, который сказал, что будут вброшены дополнительные силы на укрепление Приднестровской границы. Вчера также выступил Тандит, советник, начальник СБУ, тоже по этому вопросу, сказав, что много, помимо контрабанды, там еще проникают на территорию Украины люди, которые занимаются дестабилизацией ситуации, в том числе и в Одесской области. У нас, мы вот внимательно изучали просто эту проблему и посмотрели на опыт европейских стран. Там практически везде, вот даже в ближайшей Молдове, создана прикордонная полиция. Это мобильные группы людей, там из 70-100 человек, которые оборудованы прекрасной техникой. Я имею в виду в первую очередь, это, конечно же, внедорожники, которые очень успешно борются. И так во всей Европе, очень успешно борются с контрабандой. И я считаю, что, ну, как мы считаем, мы вот подготовили там такой вот проект, что в Одесской области можно найти 50-70 патриотов и честных людей, которые есть там, ну, на наш взгляд, у нас есть друзья, мы с ними поговорили тоже об этом, которые с удовольствием бы перекрыли бы этот очаг вот такого вот контрабанды, который еще более тем опасен, что миллионы долларов, они оседают не у друзей Украины, они оседают у людей, которые абсолютно, они не друзья в новой Украине. Что они делают на эти деньги, ну, я думаю, мы можем догадываться все-таки. Мы выйдем с этим предложением о создании вот таких групп на руководство страны, и в том числе, конечно же, на губернатора Одесской области. Мы, что я считаю, губернатор заинтересован в первую очередь в стабильности в Одесской области. И думаю, нас поддержат. У нас предложения вот такие вот очень конкретные есть. И, конечно же, мы со стороны Союза Приднестровца Украины тоже будем помогать всеми силами, потому что мы знаем ситуацию изнутри Приднестровья. У нас, конечно же, есть там люди, которые нам эту ситуацию обрисовывают. А также знаем пути разных, там, на границе, куда примерно едут эти люди. Я не хочу здесь обвинять, например, руководство погранслужб, еще чего-то, потому что им реально сейчас тяжело, вот в новых условиях. Контрабандисты, у них большие деньги, они покупают новую технику, они там едут полями, может быть, там пограничники, кто там отвечает, они просто за ними не успевают, вот в новых условиях, вот в таких. Поэтому нам надо идти в ногу со временем, чтобы бороться с этими людьми, отстаивать интересы Украины, которая, еще раз повторяю, теряет очень большие деньги ежедневно. А эти 70 человек, где себя отобьются, я так думаю, за неделю, все эти вложения. Потому что они реально будут задерживать, кандербанду задерживать вот эти вот грузы. Ну вот, как, я рада скажу, что теперь ты больше узнаешь про европейские. Не, ну идея очень интересная, конечно. Эту идею надо осматриваться, ей должно быть жить, эта идея. Очень хорошо, конечно, что вы подняли этот вопрос. Начать группы, и группа это цивилизованное общество, давно живет в этой системе, не знает, что это такое. Поэтому у них нет заборов, у них нет стен, у них нет колючей проволоки, они общаются нормально между собой. У нас до этого еще немножко надо дойти, но желательно, конечно, с этой идеей новой как-то продвигать ее. И я думаю, что это будет долго. Тем более, что сейчас, как я сказал уже, что много, конечно, денег, и вся эта катрабанда на ней зарабатывает не страна, не бюджет, это идет государство и даже наша область. Это идет мимо карманов, это идет те карманы, которые давно уже в этой системе работают, они знают, что это такое. И, в общем-то, по мобильным группам, скажу это, да, это очень интересно. С другой стороны, надо как-то более-менее еще менять психологию тех же самых пограничных структур, которые сейчас работают не только в нашей Оргенской области, а и в общем масштабе. С ними тоже надо, они еще работают по той системе, которая еще жива с тем времен Советского Союза, надо это тоже менять как-то. Психология людей, значит, настроена на то, что вот что-то не так лежит или лежит так, что надо взять и не берут. Значит, система опять-таки, надо с этой системой бороться, что делать действительно. В корне менять надо. Ну вот я думаю, что вот эти вот мобильные группы, они в коем-мире как-то способствуют этому продвижению, да, это хорошо. Тем более, что здесь, Одесская область, это как своего рода очаг, потому что можем ожидать всякого рода, что какие-то неприятности из той стороны, поэтому контрабанда является основой того, что вот этих непредвиденных обстоятельств. Я так думаю, что вашу идею надо поддержать, естественно. Насчет Европы, вы знаете, прекрасно знаете, я не хочу повторяться, что Европа есть Европа. Нам нужно к этому стремиться. А разрешите? Вам начало немножко уточнение. Скажите, вы, например, проводили расчеты, во что обойдется, скажем так, создание такой полиции государства? Сколько денег нужно будет вложить на ее флировку? И, вероятно, на зарплату? То есть, люди должны быть на зарплате, или это должны быть общественники? Как вы это делаете? Нет, я считаю, что это должны быть, вернее, первый вопрос, сколько обойдется? Обойдется, это примерно, я посчитал, где-то до полумиллиона долларов. Это обойдется, вот такое подразделение. На 70-100 человек? Да, да, да. Деньги эти, ну, по подсчетам, там, ну, в день, сигареты иногда вывозят в день, там, на 3-5 миллионов долларов. Поэтому, понимаете, если один раз это подразделение, поймают эти фуры, значит, но себя уже отбил. Ну, я считаю, там люди должны получать достойную зарплату. Вот, ну, хотя бы давайте возьмем, вот сейчас есть новая полиция, да, у нас? То есть, в уровне 8 тысяч гривен. Как обещают, 6-8 тысяч. Так обещали. Я думаю, она должна расти, вот как они будут работать. Вот если они поймали и принесли государству пользу. А вот это был следователь. Это своем роде премиальные бонусы. Вы, да, да, да. Поэтому это обговаривает. Вы следователь. Обговариваете. Значит, во-первых, должна ли быть у них, скажем так, как у нас предъявить ставка, какая-то заплатная ставка, если уже жить только с процентами? Нет, стабильная ставка обязательно. Вот как вы сказали, я думаю, я думаю, 6-8 тысяч. Намерены ли вы использовать опыт российской, опыт гранслужбы российской, империи, корпусы, пограничного корпуса российской империи, где в разное время от 40 до 70 процентов той контрабанды финансового уровня, которую они изъявили, шла тем, кто изъял. Был период, как сказать, до 70 процентов получали тот патруль, который изъял. Минимум был 40 процентов. Планируете ли вы взять пример с них и какой процент вы видите в качестве примера? Это может быть в последствии, да, еще. Ну, нет, конечно. Российская империя, это как вот... Сейчас не те условия. Да, это больше, это люди, во-первых, не поймут Новую Украину. Ну, вот такой подход. Я считаю, просто какие-то должны быть как премиальные, как на любой службе. Да, это целый процесс. Но процент премиальный, это пока, это, значит, следующий вопрос. Да, ну, конечно, это все начало. Должны служить, там должны, я имею в виду, вот я все-таки доскажу вам, вы спросили у меня, кто там. Вот на мой взгляд, это должны такие ребята служить, как вот, например, бойцы АЗУ. Почему, мне кажется, что они должны быть? Они, во-первых, прошли проверенные ситуации на востоке раз, во-вторых, они входят в подразделение МВД. Это будет намного легче, уже с точки зрения бумажной волокиты, сделать это все быстрее. Понятно. Вы уже обратились с этой инициативой или планируете? Да, нет, мы уже написали, мы уже говорили с ребятами. Нет, я имею в виду к властям. У нас уже все готово, чтобы обратиться к властям. Почему именно сейчас? Почему вы ждали тогда того, что правительство уже заговорило об укреплении границ? Ведь границ нуждались в укреплении и до этого. Объясняю вам, потому что мы не хотели повторения Мукачева. Мы могли это своими силами, например, у нас есть там друзей, есть нормальные друзья, которые понимают, как это вредно для Украины. И как громадянин Украины, мы в принципе, в законе написано, что мы можем пресекать любые преступные действия, даже обязаны это сделать. Мы могли это и сами как бы сделать, но понимаете, там тоже, там большие деньги. Я все-таки считаю, что надо этим заниматься государством, потому что это прежде всего... То есть инициатива в случае первых тем, что заискодит государство? Понятно. Нет, у нас уже были проекты этого, но мы с ними пока не выходили, пока все-таки государство не увидело эту проблему. Скажите, учитываете ли вы вырезать проект, но я с ним факт. Во-первых, то, что это будет тот самый случай, когда интересы жителей Одесской области и в первую очередь жители приграничных районов четко и плотно разойдутся с интересами государства, потому что многие живут в Теханабанге только по двух сторонам границы, но и поэтому. Это во-первых. У них процеды, там, извините, заняться больше нечего. И во-вторых, это приведет к увеличению стоимости этой продукции, существенному увеличению на, скажем так, на рынках в Одессе, в продаже в Одессе. Потому что одно дело покупать на привозе контрабанду автору за одну цену, а если вы перекроете этот канал, то стоите, сигареты, либо они вообще к нам не попадут, либо попадут по цене где-то, существенно больше, может, 5 процентов. То есть эмпатии населения в этом плане будут явно не на вашей стороне. Мы, конечно, учитываем это все, но, понимаете, плюсов намного, гораздо больше, чем минусов в этой ситуации. Плюсы объясняю какие. Первый, вы говорите про сигареты. Я не уверен, что это вообще сигареты, понимаете, вот из чего их делают. Там табака, если взять, сколько выращивает Молдавия табака, возьмите просто в процентовке. Там осталось, как она выращивала там с Советского Союза, 2 процента. Где они берут этот табак, чтобы делать сигареты? Что там вместо табака, мы не знаем. Что люди курят в Одесской области, они не знают. Это во-первых. Во-вторых, основную прибыль получают отнюдь не жители приграничных районов. Основную прибыль получают те люди, которых кормит Кремль или которые сидят там у власти. Небольшая горстка людей, их там не больше 20 человек, которые получают вот там основную прибыль. Они это все там делают. Поэтому люди, да, люди, может быть, но это не основное. Я считаю, то есть, рассматриваете ли вы в этом плане какую-то разъяснительную компанию среди населения А приграничных регионов, Б вообще населения региона, потому что, вот вы сказали, плюсов больше. Но плюсы и минусы здесь находятся в разных системах координат. Плюсы находятся в государственной сфере, а минусы в личном плане. Вы что, хотите сказать, что все контрабандисты там проживают? Нет. Я хочу сказать, что, к сожалению, с контрабандой в прихраничных небольших регионах живут многие люди. Вы это знаете и не будете жгодить. Вольно-невольно живут, это другой разговор, но это факт. И эти люди явно не будут это приветствовать. Поэтому всего лишь вопрос. У вас есть программа разъяснительной компании? Да, есть. Вот давайте я вам скажу и вы даже людям разъясните в своих средствах массовой информации. Если кто-то провозит мобильную группу, они должны быть направлены в свой первый удар, первейший удар, это на тех людей, которые вывозят сотнями тысяч долларов. По 500 коробов, по тысяче коробов, именно которые везут фуры. Общая парка. Конечно. Тот человек, который живет, как вы говорите, в приграничном районе, ну да, купил он там 10 пачек сигарет или там 30 пачек сигарет, но не будет эта мобильная группа заниматься этим человеком. Я так думаю. Они будут заниматься четко вот теми, кто поставил контрабас это на основу, именно поставил вот эти вот действия. И я просто уверен, что, понимаете, сколько бы Москва сейчас, Приднестровье, там не обрезало, там что-то. У них все хорошо у этих 20 человек. Они себе за счет Украины живут, Украину хаю, где только могут. У них сейчас Шевчук, президент, недавно заявил, что они, их армия это признак стабильности, это опора стабильности в нашем регионе. Опора кого? Армия Приднестровья, да. Как он эту армию кормит, вот это, пожалуйста, я уверен, что как раз отсюда денежки и идут. И последнее, как по-вашему, вот если ваше предложение будет поддержано, я так понимаю, вам нужна поддержка не на региональном, все-таки, на правительственном будет? На правительственном, на региональном тоже, потому что, ну, в Сакашвилии есть политический вес, да, он может тоже там объяснить. Скажите, предложим вам третье понимание. Сколько времени может понадобиться на создание подобного предприятия? Три дня. Ну, три дня. люди есть, которые эти вот. За три дня, если будет соответствующее финансирование, можно купить новую технику и перекрыть эти тропы. Прекрасно. Планируете ли вы как-то бундировать, чтобы не была какая-то отдельная форма? Или нет? Это бундировка, это дело государства, конечно же. Вот, мы, касается стороны вот, вот этой бумажной, там может быть технической, это больше от государства зависит. И последнее, вот опять-таки, мы говорим про именстровские участки. Но граница Украины не ограничивается не только этим участком. Считаете ли вы целесообразным введение подобного рода, ну, скажем так, формирования, пока, на других участках границ, чтобы перекрыть границу, скажем, очень, на мой взгляд, актуально вот на Закарпатье такая ситуация, там, с Ленгерской границей, с Румынской границей. Нет. То есть, можно ли считать, что вот этот одесский пример может стать примером для других регионов, чтобы сделать это по всей линии, скажем, хотя бы западные границы? Он обязательно станет даже, ну, не с нашим, не с каким-то другим, но так будет. Почему так будет? Я уверен, потому что так во всей Европе. Вот они так. Вот рядом бедная Молдова, да? Вот я просто, я просто вижу там, вот именно Молдову в пример привожу, потому что я знаю, что Молдова с Украины очень снизилась контрабанда. И именно благодаря таким группам. Вот там такие группы, они стоят на протяжении всего участка. Они очень похожи по форме на американских рейнджеров. У них новые вот эти вот машины. Они отлично справляются. Понимаете? Хотя у них тоже там какая-то есть коррупция, но я думаю, что вот в данном случае, в нашем случае, у нас даже больше шансов ее вообще прекратить. Потому что у нас есть такие ребята, которые прошли, ну, я думаю, с Детмайдан, которые прошли войну и которые не продадутся ни за какие деньги, которые видят новую Украину, которые проливали кровь и жизнь свою не жаляется. Я понял, спасибо. Скажите, пожалуйста, почему пограничники не справляются с этой работой? Я считаю, что у них техническая база устарела. Это раз. Насколько вот мне известно, сейчас пограничники, они менее стали коррумпированы. Уже не так легко договориться приднестровским контрабандистам с пограничниками. Они ищут какие-то другие пути, какие-то другие лазейки. А у пограничников, мне кажется, просто не хватает, может быть, средств, может еще какие-то там есть вопросы. Ну, вот где-то так. Но контрабандисты, вот по вашей информации, они проходят через пограничников либо находят какие-то лазейки. По-любому же граница не перекрыта, не закрыта до конца. То есть есть какие-то участки, которые не контролируются. В большинстве случаев сейчас они именно все-таки уже не договариваются с пограничниками. Если раньше было, конечно, наоборот, то сейчас где-то есть, конечно, я уверен, что есть и такие там. Но в большинстве случаев, конечно, пограничники уже не те. А вам известны вот эти участки, где в основном проходят контрабанды? А вы сообщали куда-то это? Органы? Есть какая-то реальность? Ну, понимаете, никому это было неинтересно, я еще раз говорю, сообщать. И какие-то, какие участки. Они выезжают на этих вот, на внедорожниках. Понимаете, они могут то там появиться, то там появиться. Там еще надо работать, опять же, и с местными жителями, и с той стороной, которая сообщает. Это очень мобильно. Например, позвонили там с Приднестровья и сказали, вот сейчас поехало там две фуры с ИГР. Ну, мы знаем, например, где они будут. Вот так вот. Тут надо работать в таких направлениях и контрразведка. в таком плане. А вы приблизительно подсчитывали, какова сумма вот этого потока контрабандного налога? Ну, суммы разные. Я просто знаю, что работают две фабрики. Это знают все в Приднестровье. Одна находится в Григориополе, другая находится в Тираспорте, который работает в Трисмин. Ну, потоки там очень большие. Об этом, кстати, сообщалось и в прессе. Это миллионы долларов, миллиарды? Конечно. Не, ну, я думаю, десятки миллионов долларов. Скажите, вот еще такое, вопрос, а как это скажется на Приднестровье? Потому что не секрет, что в Приднестровье живется. На людях, я думаю, никак не скажется, потому что они с этого ничего не имеют. Скажется на вот этих вот структурах, кому принадлежат эти фабрики, кто крышует их. Поэтому, как бы, ну, я не вижу, как может пострадать простой, ну, простые люди от этого. Занимаются там определенные, определенное небольшое количество людей. Небольшое количество людей. Ну, а если, ну, людей, конечно, жалко, но не может, что Украина кормить этих людей, вот эту вот, которая, тем более, не любит Украину. скажите, десятки миллионов, это в год, в месяц, в неделю? Я не готов сказать вот четко, когда вот будет вот это полезно. Может даже не следовать. Может. Если мы скажем, что наоборот, стоили десятки миллионов долларов в месяц, мы будем правы? Может даже. Может. Спасибо. по нашей моей информации, там даже иногда и в день проходили. Скажите, а это спиртзавод? Это какой-то рампанский? Нет, это бендерский спиртзавод. Да не только. Я знаю про тот большой спиртзавод, на котором... Ну, он работает, он работает, туда все желающие приезжают, покупают. Претензии к табаку я понял, Ваш. Вы сказали, значит, отмечали, что вот упорное здоровье граждану поеду. Там тоже есть проблемы со спиртзаводом? Качество. Ну, качество спирта, все знают, что это плохой спирт. Например, молдавский спирт, который делает в Молдове спирт, спиртзаводы, они намного лучше. Даже здесь, вот, кому контрабандисты продают, у них разница в цене, там, ну, есть порядковая разница в цене, например, на какой-то там американский спирт или на какой-то еще спирт и на приднестровский спирт. Там разница есть в цене. И скажите, 37-100 человек, так как Вы назвали, по Вашему мнению, их, это, конечно, достаточно, или со временем его надо будет увеличивать? Я не думаю, что его надо будет увеличивать. Я думаю, что со временем просто, понимаете, если эти люди остановят 3-4 фуры и принесут такой вот страшный убыток этим людям, которые занимаются там, и это будет постоянно в течение... Скажите, а Вы не считаете, что если при таком расплате ситуации, при таких деньгах, которые в этом мире замешаны, что эти люди реально рискуют жизни? Причем, куда больше, чем, скажем, во время период пребывания на востоке Украины? Конечно, считаю. Я считаю, я риску жизни сейчас с Вами разговариваю. Эти 70-100 человек готовы на это? Конечно. Конечно. Ну, конечно, они готовы, они что, не понимают, ну, если мы сейчас это не сделаем, ну, как мы можем построить новую Украину? Ну, за что тогда вот эти были жертвы на Майдане? За что вот эта была война? Ну, оно же вот так будет кровоточек, понимаете? Может, и меня затруднит, может, еще кого-то, но, понимаете, это не остановит уже путь европейского развития. Все равно это надо кому-то делать. Да, будут какие-то жертвы, наверное, наверняка, но... Я понял, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, недавно затонувший катер и водой там был Приднестровец, и причем высокопоставленный Приднестровец. Мы связывались вчера с Переслужбой пограничников, они говорят, что да, неважно, какая должность человека, если он не внесет список, может пройти. Но как вы вообще оцениваете эту ситуацию, то, что, ну, фактически Приднестровье это сателлит Кремля, все это понимают, у нас агрессия в отношении Украины уже и вот так вот высокопоставленный он мог точно так же договориться о контрабанде и все. Как вообще вы оцениваете эту ситуацию? Должен ли быть усилен контроль вот за въезжающими из Приднестровья, в том числе высокопоставленными мужчинами? Конечно, конечно, однозначно. Дело в том, что, ну, тяжело украинской погранслужбе в этом плане, почему? Потому что у людей есть молдавские паспорта, есть украинские паспорта, и, ну, это только надо вводить общую базу данных, у кого там, например, двойные гражданства, украинские? Да нет, в Приднестровье даже в таможне там оформляют документы на трех языках, украинском, русском и молдавском. Нет, поэтому там очень много украинцев, очень много, там, там, больше третье население украинцев. Там настолько все повязано, поэтому в этом проблеме я вижу, как-то так. Там с большим пониманием относится по всему-то. То, что происходит здесь, многие переживают, многих родственников здесь, в Одессе живут, а там в Тираспоре, там, в Бендерах, там много, много украинцев. И довольно связано, как-то так, с твом связано, информация делится. Так что, здесь, я думаю, простым людям, конечно, ни в коем случае нельзя наводить этот вот, но тут как раз растворы высокопоставленных людей. Они все прекрасно знают, что они делают. Если есть какие-то высказывания, даже, я считаю, что СБУ должно, только уже высказывание против Украины, какие-то недоброжелательные действия, ну, тогда смысл вам сюда ехать, я имею в виду вот этих высокопоставленных людей. Если вам эта страна не нравится, ну, сидите у себя тогда. Приднестровье, это давно зомбированная Россия, непризнанная государство. Все прекрасно понимают. И так как финансируется Приднестровье, Молдавия тоже не финансируется так. В свое время кредитовала Россия Приднестровье, где-то порядка 22 миллиардов долларов. Тогда Молдавия в то время получала всего два. Ну, представьте себе, что такое Приднестровье и что она себя представляет. Все предприятия, то что работают в Приднестровье, все контролируют за Россией. Это однозначно. И все, что получает, получает, в принципе, дубльиную долю это Россия получает. Но дело, дело даже не в этом. Мы говорим о том, что вот сейчас создаваемая эта структура, настолько она будет эффективна. Я думаю, что да, будет эффективна. И результат будет. А на том, что вот задали вопрос по поводу пострадает ли население от этого, я считаю, что с чего-то начинать надо. Поэтому мы так далеки от всего цивилизованного мира. Поэтому дать мысль, что а вдруг, а вдруг, не должно быть, надо что-то делать. Если будем что-то делать, значит, будет порядок. Опять же, население пострадает. Ну, хорошо, но с одной стороны пострадало, но с другой стороны, если вот эти миллионы долларов, они останутся в бюджете Украины, значит, отсюда же это население получит больше пенсий, больше заплат. Да там колоссальные потоки, там уже не говорится, миллион, десять, сто, колоссальные потоки, с этим никто не занимался. Спасибо. Спасибо.